Всем привет! Меня зовут Юля, я живу в Анталии. Посмотрите, в Марк Анталии уже ёлочка есть, это супер. Сейчас хочу ещё зайти посмотреть в магазин «Бэршка». Что у нас здесь есть и есть ли у них скидки. Так, 1000 лир за такую красоту. Похоже, мы где-то видели уже. Что это? 1400 лир. Я думаю, чуть-чуть ниже колен. Кофты. Цена – 330 лир. Ну, это короткая. И вот это разлезется. Смотрим внизу. Это «Бэршка» – 500 лир. Не, ну это куда, Юля? Ты точно в женский зашла? Может, это мужский отдел? Может, мы начнём с мужского, и, знаете, настроение поднимется больше из-за качества. 800 лир. Мы просто выяснили уже, когда я снимала на канале «Украиночка» и «Утуречни», что качественнее делают всё-таки мужчинам. Я это давно знала, но я не проверяла, знаете, на ощупь. А реально, вот вовсе в Атихе по качеству мужские вещи намного лучше, чем женские. 450 лир. Та же цена, а качество в два раза лучше. Что-то такие холёси-холёси такие. Оно такое резиновенькое. Вот такая кофточка – 450 лир. Вы знаете, у меня такое чувство, что «Бэршка» вообще не подготовилась к зиме, потому что кофт тёплых длинных я не вижу. Это всё коротенькое. Но, может, просто они такие модели сейчас 1200 лир продвигают. Да, вот просто молодёжное всё. Кофт не надо длинных, чтобы попа прикрывала 600 лир джинсы. Не надо. И вообще, как-то полупустой магазин. Вот я смотрю, вот здесь, например, очень поздненько стоят ряды. Людям тяжело пройти. 1400 лир такая шутка. А вот там куча места. Вот иди танцуй. Можно вытанцовывать просто. Может, просто что-то должны поставить. Как-то планировка голубая, шуба чёрная. С людым или что-то нормальное есть вообще. Спортивные штаны. Пойдёмте к мужчинам. А то я что-то женщин в этом году обидела, Бершка. Мой сюжет придёт на какая-то зимняя коллекция. 430. 430. Хорошенькое, но не длинное. Да, я уже себе решила, что я буду в мужском модели тоже на себя кофты смотреть, потому что оно по качеству намного лучше. 500 лир. Ну, нет. Модель не такая. Мужчины такие. Ура, Юля. Смотри, смотри. Как раз нам покажешь, какие цены. Я поняла. 190 лир. Ну, что-то такие. Футболка. Как полотенечко в качестве. Подождите. Это что, мужикам, что ли? Я не поняла. Это они перепутали? Алло. Ребята, сейчас начну ржать. Нету цены. Так вы посмотрите, им ещё и бесплатно. Вы понимаете? То есть, им дали белая шуба и ещё и бесплатно. Шучу. 800 лир. Нет, ну, это ж не может быть и мужчина, нет? Ну, это, наверное, может быть и мужчина. Кто-то, короче, что-то не туда повесил. Хотя я уже не удивлюсь, ребята, что это вам. 600 лир. Ну, это, остается шутся. Боряшка, алло. Так, пойдёмте в Пулэндбэ, наверное. Потому что, видите, девочки тоже смотрят. Мужские вещи. Ну, потому что рубашки, ну, какая разница, на какую сторону застёгивается. 900 лир. Чтобы вы были здоровы. Чтобы колись рубашка стоила 800 лир. Серьёзно. Тысячу лир стоит пальто. Рубашка 800. Я понимаю, что это модно. Вот эти дедушкини рубашки. Ну, нет. У меня тоже была дедушкина рубашка. Вот так. Всё. Показала Юля рекламова. Пойдёмте в Пулэндбэ. На некоторый товар в Бершке 30%. Но я не увидела. Вот то, что я смотрела, чтобы там были скидки. Ёлка, ёлка, Новый год. Все будут фотографироваться. Пулэндбэ. Заходим. Юля Невалым на мужчину. Господи. Так, тут, как всегда, переворот. Я не знаю, почему. Мне кажется, тут просто нет работников. Если во всех магазинах работники раз-два и назад вешают, то здесь нет. Здесь даже, видите, не чёрная пятница. Всё равно уже всё завалено. Угу. Тут только начинают развешивать. Кофты. Ну, давайте пальто покажу, пока кофт не вижу. 800 лир. Тысячу сто лир. Мама, что всё? Мама, что всё-таки? Это что-то я даже не знаю, что это за ткань такая. Ну, это вы точно вас все заметят. Такая будет и синяя. Си ничего хотела сказать. Не хотела обидеть никого. 350 лир. Девочки, юбочка. Просто попу раз, прикрыла и пошли звёзды. Так. 800 лир. Юля, цены кофта. Извините. Это ж без стяжки. Это ж ворона. Ну, ничего, так вязко. Короткая правда. 700 лир. Кулынбэ, алё. Ва, 700 лир. А цены же что такие? Это что-то залатывало. Я поняла. Они большой размер сделали. Потом думаю, так мы такой раз-раз-раз. И под дошьём. Все подумают, что так надо. И 700 лир за цены поставим. То есть, эта ткань разлазится ужасно. Поэтому так и подшила. 900 лир. Курточки. У меня такая когда-то была за 10 лир. Честно. 430 лир. Вот я вам дома приду, покажу, если не заботу. Вот только у меня орёл сзади лучше. Вообще один в один. Так. Вот, пожалуйста, к плащу сразу же. Кто у нас супразвезда Волливуда? 500 лир. Всё. И вы просто в упаковании полностью. Во славу. Так. 800 лир. Слушайте, ну, показываю курточки, потому что кофт не вижу. Ну, вот коротюсенькие. Вот такие, что разлезайте, даже показывать не хочется. Ну, покажу. 450 лир. Вот так сейчас одевается молодёжь. Такие бутинки высокие. Я видела, там девочки мерят. Думаю, они смеются. Но эти, кстати, прикольно даже смотрятся. А волосево-тики зелёные. Такое что-то. Прямо охотники. 190 лир. Что в здоровье было? Слушайте, у нас за ныточки такие. Это ж эти. Вот кроссовок. Ой, я не могу. Вот у меня такой кошелёчек был. Неплохой. Мне нравился. Да. 150 лир. Ну, всё. Сейчас у меня турецкий за 15 лир нормально. Так. Куртки. Ну, я так понимаю, что кофт я вам не покажу. 900 лир. Курточка. Пожалуйста, что мы с кофт имеем? За 300 лир шестонесенькие такие. Что-то такое, ну, летнее. Пожалуйста, ещё летнее. Я поняла, у них сразу 400 лир. Так. Я поняла, сразу вот это каратюсенькие и наверх курточку и пошёл. Это у нас 300 лир. Ну, просто спортивный холст. Так. Моего стиля тут точно нет. Я не вижу. Классика. Штанишки. Ни разу я вам показала вам штаны. 500 лир. Скажите, спасибо, Юля. И не показывала бы. Мы нормально бы прожили бы. Юля, зачем это? А может, на Новый год кто-то пиде? 400 лир. 400 лир. Ты думаешь, что тебе кофты куплятся за 400 лир? Тут вот топик, понимаешь? Две бусинки и 400 лир. All the. Что? Что-то написано, короче. All the. Ну, неплохая кофточка на Новый год. Ну, что? Хлопцы, может, вам хотя бы кофты выдали в пол-н-две? А нет? Нет. Рубашка с оленьями. Всё. И курточки, и джинсы. Может, слушайте, сейчас не моднее. Уже кофты просто. Может, Юля, это с телу без радио? Вот, будь ласка, пожалуйста. 250 лир. Это футболка, извините. Это просто футболка. 250 лир. Шедрый раз. Скажи 250. Бо никто не понял, что по такой цене был сива кики кофты. Как тут футболки. Ну, рубашки. Да? Вот, чтобы поржать просто. Не поржать, а просто показать цену, Юля. 700 лир. Всё. Это, знаете, четвёртый магазин или какой по счёту? Всё. Всё 400 лир, все джинсы. Ну, это 370. То, Юля, за сколько по еды? 900 лир. Рубашка. Почёл? Никодар? Ага. Вот, видите, 420 лир, потому что 30% скидки. Да? Да. Мы выяснили. Просто потому что в моде рубашки, поэтому футболка. Всё. Это ж не вытащить. О! Не надо всё это. Вот, была шесть. 700 лир, а сейчас 490. Ну, видите, никто не пишет, что чёрные пятницы. Скидки. Я думаю, вот те, что есть, вот они те и будут. Просто завтра, вот я специально зайду, если не забуду, сниму. Тут будет всё разбросано, всё будет на полу валяться. Вот. Ну, давайте что-то, чтобы мы запомнили, всё-таки сравнить цену. А вдруг пол НД поставят скидку. Вот такая шуба. 900 лир, девочки. Всё. Запоминаем. 900 лир. Да. Да, мужчину, вот я вижу, фоткают, отсылают жене. Это тяжело. Ребята, вот честно, девочки, не обижайтесь, если они вам что-то не то купят. Потому что свет вообще непонятно какой. Я не понимаю, что это за цвет вот этой шубы. Ты выходишь на улицу, оно совсем другое. Размер тоже пишет одно, а на самом деле другое. Что-то я возмущается. Всё начало. Если вам понравился обзор. Уже, Юля, так как ты рассказывала, он и понравился. Ну, я же-то старалась. Лайк поставьте, пожалуйста, за то, что я всё-таки показала. Как хотите. Это ваше, конечно, желание. Ну, если есть желание, то ставьте. Если нет, то поставьте антилайк. Тоже засчитается куда-то там. И комментарии обязательно. Подписка, кто ещё не подписался. Если что-то конкретно интересует, напишите, я тогда буду конкретно что-то снимать, пока я кофты смотрю. Ну, вот что это? Вот что это? 600 литров. Вот что это? Моя-то квиточка маленькая. Ну, кто ж это тебе придумала? Ну, кто эти бабочки, такие мотелочки придумала? Чтобы вы в здоровье были. Пулендвео. Я в ауте. И успеваем ещё в Страдиварию зайти. Тоже чисто по кофтам буду смотреть. А вы напишите, если вам что-то ещё надо посмотреть. Приблизительно, какая цена. Конечно, курточку скажу. 1200 лир. А это у нас, это счастье, лама. 1400 лир. Не знаю, никогда мне не нравилось вот такое. Потому что у нас, наверное, в зоопарке ламу я видела, поэтому нет. 800 лир. Это не кожа. Это не кожа. Вот ковтыночка. Что-то такое. 560 лир. Ну, это разлезется. Вот тут хотя бы свет хороший. Вы посмотрите, какой в барышке свет суперовый. Ярко. И как днём. Красота. Безрукавка. Типа кожаная. 1000 лир. Вот такая она длинненькая. Видите? Вот такой барашек. 1200 лир. Ну, я смотрю, тут прям много людей. Завтра ещё больше будет. Естественно. Завтра с самого утра. Люблю Чёрную пятницу. Мне нравится, как все бегают, что-то выбирают. Это такое праздничное настроение. 450 лир. Это и праздничное, естественно, не выбираешь. Вы просто наблюдаешь. Весело вообще просто. А если ты реально что-то хочешь купить, и вот эти очереди. 300 лир. Это как кофточка. Юля. Ты на ёлку собралась. И шо? То тогда это не весело. Потому что очереди в размерочную, примерочную. 350 лир. Примерочную, конечно, не очень весело ждать. Вообще не весело. 300 лир. Поэтому идите в четверг смотреть всё, что вы хотите купить. И тогда вы просто подойдёте и такие, опа, это моя кофта. Я вчера мерила. Если она ещё останется, конечно. Но уже со скидкой может быть. 600 лир. Вообще нигде не написано, что будут скидки. Но вот это подлиннее. Нет, это тоже короткое. Это тоже. Всё короткое. Кофточки 500 лир. Вот такое что-то. А это тоже не супер качество. 500 лир. Я надеюсь, что я ошибаюсь, девочки. Ещё у нас. Вот это прикольное что-то. Это что-то прикольное. Ой, да, вот это классное качество. Ну, чтобы так трогать, да, как оно будет себя вести. Я не знаю, 600 лир. Ага, зад закрыт, а вперёд... Куда я шо? Не, надо всё закрыть-то, чтобы было. Что? Ребята, 400 лет. Я понимаю, что сейчас мода, чтобы лосины было видно, чтобы всё было видно. Юля, ну, кто тебе ничего не скажет? Я, действительно, не могу. Мне надо, чтобы... Хотя бы это немножечко прокрыто было. Так, это у нас рубашки пошли. Я уже представляю, какая цена рубашек. Я уже привыкла, что нормальная. 800. Понимаете, да? Можешь купить рубашку? Не хочу. 800. Не хочу. Она топорчатая. Она потом под курточку... Как это одевать? Это не всовывает. Она жёсткая какая-то. А кофточку себе раз, и такая красавица. 60 евро. Юля, если ты не красавица, тебе рубашка, кофта не поможет. Ну, можно ж подумать, да, что поможет. Хотя бы надежда есть. 250. Нет, конечно, очень много... Это сейчас пошутило, ребята, девочки. 600 лет. Конечно, от того, как мы одеваемся, очень многое зависит. Можно одеться, как подстрелёныш, да, и выглядеть ужасно. А можно одеться интеллигентно, да. Каждый в соответствии со своим возрастом. 600 лет должен одеваться, и будет всё красиво и просто суперски. Так. 250. 250. Вообще нету скидок. Я сейчас спросила. Девочка говорит, да, будут завтра скидки. 40%. Я говорю, а неизвестно ещё вообще на какие товары? Она говорит, нет. Нет. То есть это... Посмотрите, какие затяжки. Ещё их даже... Его даже не одевали. Обалдеть. То есть неизвестно. Они будут... Я так поняла, вечером это делать, все цены менять. Да. Такая юбочка интересная. 500 литров. Интересно. Юля, как в этом ходить? Ты чё обалдела? Всё открыто. Ну, трико поднимусь. Всё. Если вам понравился обзор, с вас лайк, подписка и комментарий. Я буду очень благодарна. Целую вас, любви обнимаю. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.